На движение валютных пар сегодня влияют новости от центральных банков. Начнем с Банка Японии. Банк Японии заявил о своем намерении продолжить агрессивную денежную политику, политику денежного послабления, а также заявил о том, что будут изменены некоторые меры по регулированию денежной политики. Это произвело большое впечатление на инвесторов, и японская иена во время сегодняшней торговой сессии понизилась, а американский доллар возрос. С утра долларовый индекс находится на уровне 83,06. Европейский центральный банк заявил о том, что оставляет процентную ставку без изменений на уровне 0,75%, и Марио Драги заявил о том, что политика Европейского центрального банка будет оставаться гибкой. Банк Англии также не изменил процентную ставку, но изменил финансовые цели для послабления денежной политики. Аналитики из Trading Central считают, что пара евро-американский доллар во время сегодняшней торговой сессии будет находиться под давлением, и ключевое сопротивление находится на уровне 1,2830. Продажа рекомендуется ниже этого уровня, с целевыми точками 1,2780 и 1,2760. Альтернативный вариант. Прорыв вверх уровня 1,2830 приведет к целевым точкам 1,2855 и 1,2875. По прогнозам аналитиков из Trading Central, две другие основные пары, американский доллар, японская иена и евро, японская иена, во время сегодняшней торговой сессии будут расти. Вот и все новости на сегодня. Вы смотрели НВФП ТВ. С вами была Катя Солдак. Удачи вам во время сегодняшней торговой сессии. Увидимся завтра.